Неавтономные способы входа в фазу Если бы такие вещи существовали, весь вопрос освоения фазы упирался бы только в них, напоминающие технологии. Из всех неавтономных способов входа в фазу, напоминающие технологии, обладают лучшим результатом. Суть подобных приборов и программ в том, что они с помощью движения глаз человека определяют наступление фазы быстрого сна и подают свето-звуковые сигналы об этом, чтобы человек осознал себя во сне или проснулся и применил непрямые техники. Работа в паре Работа в паре также обладает одним из наиболее ярких эффектов для входа в фазу, но требует присутствия и усилий второго человека, который выступает в роли помощника. Практик пытается войти в фазу, а его помощник совершает определенные действия, чтобы ему помочь. Например, практик засыпает на кровати, а второй человек находится рядом и следит, пока это не произойдет. Затем он наблюдает за глазными яблоками спящего, дожидаясь фазы быстрого сна, характеризующуюся быстрым движением глаз. Как только это произойдет, помощник либо шепчет на ухо, либо фонариком светит глаза, показывая, что все, что сейчас происходит с практиком, это сон. Как только практик осознанно воспримет эти сигналы, он должен показать помощнику, что это произошло, путем заранее определенных цикличных движений глаз. Если этого не сделать, то помощник будет будить дальше и помешает созданию фазы. Если же эти сигналы выведут из сюжета сна, то можно попробовать делать непрямые техники. Физиологические сигналы Чтобы проснуться и вспомнить о непрямых техниках, можно использовать какие-то раздражающие или просто устойчивые сигналы от тела. Например, бывает достаточно закрыть глаза повязкой для сна или перевязать руку или ногу ниткой. Суть в том, что при пробуждении практик сначала обратит внимание на эти необычные ощущения, которые ему напомнят о возможности выполнения техник. Также можно умышленно занять такое положение для сна, которое вызывает онемение. Оно тоже может быть сигналом, подсказкой для выполнения техник при пробуждении. Мало того, в онемевшей части тела легко создать фантомные раскачивания. Существует множество других популярных способов создания физиологических сигналов. Например, пользуется популярностью методика лишения себя воды в течение дня перед сном, что в итоге отражается на желании пить во сне, что может служить якорем для осознания или пробуждения и применения непрямых техник. Можно ровно наоборот много пить воды, и это точно так же отразится на сюжете сновидений, что приведет к их осознанию, либо это приведет к осознанному пробуждению, после чего можно применять непрямые техники. Продолжение следует...